И так, те вопросы, которые нам поступают, я начинаю тогда, уважаемые коллеги, вам разбрасывать, чтобы наши участники были happy. Так, итак, Владимир, скажите, пожалуйста, вот иностранные инвесторы, по вашему личному опыту, сейчас, вот после коронавируса, они охотно идут к нам, то есть у вас как бы есть, вот сейчас вы говорили, там есть какие-то предложения, допустим, только в агробизнес, есть ли какие-то еще запросы или, допустим, даже если их нет, вы, допустим, видите, что может возникнуть в ближайшее время, в какую сферу бизнеса иностранный инвестор может быть заинтересован прийти? Да, спасибо за вопрос, Ольга. Ну, мы видим, да, интерес, ну, скажем так, те сделки, которые я упоминал, это те сделки, которые начинались еще до пандемии. Я бы не сказал, что она закончилась, потому как мы видим очень много в дальнейшем еще проблем с продвижением, да, если мы говорим, например, о инвесторе, который инвестирует в агробизнес, то сейчас этап подписания обязательных документов, то этот процесс даже сейчас, ну, идет согласование, да, но подписание будет только тогда, когда, например, из Азии будут к нам прилетать в нормальном режиме самолеты, да. Поэтому, как бы сказать, что еще закончилось, мы не можем. Традиционно хорошая у нас индустрия, которая будет всегда, наверное, и в ближайшее время интересовать иностранцев, это IT. IT, слава богу, не требует, и вообще IT-бизнес, он приспособлен уже давным-давно к удаленной работе, конечно, там нужно встречаться сторонам, иногда чувствовать, чтобы познакомиться, но он этого не требует, и поэтому здесь всегда будет интерес. Мы открываем IT-компании, помогаем им покупать команды или там, ну, каких-то своих, я бы не сказал конкурентов, а дополняющих команды, вот, я думаю, что, ну, как, очевидно, агробизнес тоже интересен, я думаю, что будут интересны дополнительные сферы, которые, например, сегодня проголосовала, проголосовала Рада за закон об игорном бизнесе, да, тут тоже есть интерес иностранцев, в основном это, там, скажем, те, кто в этом бизнесе понимает, хотя я думаю, что здесь больше сейчас, на данный момент будут все-таки внутренние индустрии. Что касается, например, наш такой тоже традиционно для нашей компании сильный индустрия как ритейл, то, ну, вот, например, известные международные ритейлеры даже в период коронавируса открывают новые магазины, как всем известно, что H&M открыл новый магазин, самый большой магазин в Трим Тауне, да, как бы, вот те, те сферы, как мы говорим, те сферы, которые не связаны вот с непосредственно с локдаунами, наверное, они будут продолжать развиваться, все зависит от того, куда дальше все, ну, занесет саму пандемию, насколько вот такие послабления, они будут продолжаться, если, если опять людей заставят сидеть дома, и, ну, тогда, наверное, традиционные вот эти вот индустрии, в которых необходим контакт, контакт с человеком, то они будут схуже себя чувствовать, нежели, например, IT, агробизнес тоже, он, как бы, сильно требует, что там в поле можно работать, не обязательно вместе. Как говорит этот самый Лукашенко, трактор все вылечит, да, вот, ну, да, то есть направления традиционно для Украины сильные, они остаются интересными, как Оксана упоминала, что все-таки в Украине продолжают те же самые, существуют те же проблемы, помимо коронавируса, это коррупция, это суды, хотя, хотя, вот, мы сделали сделку и даже иностранные инвестора не особо хотели создавать иностранный холдинг, да, как обычно, вот мы, корпоративные юристы, зачастую делаем сделки по иностранному праву, для этого создается иностранный холдинг, и туда заходят инвесторы, там, на Кипре, в Англии, где угодно, в Нидерландах, вот, сейчас у нас была сделка, мы делали, поскольку, везде, было изменение в законодательство, в корпоративное законодательство, мы сделали корпоративный договор, так как, ну, Shareholders Agreement по-английски, да, по украинскому законодательству, и сами инвестора не особо хотели выносить это все за пределы Украины, то есть, дай бог, это тоже будет способствовать привлечению каких-то инвестиций, я считаю, что нужно еще улучшать законодательство, оно было, кстати, недавно еще улучшено, с точки зрения, там, законодательства о акционерных обществах, надо улучшать еще законодательство о более такой простой форме, как ООО, да, общество с ограниченной средственностью, и я думаю, что, в принципе, интерес будет к нашей стране, ну, в какой-то мере стабильный, стабильный. Спасибо. А вот поступил вопрос, Владимир, я прошу вас кратко ответить, потому что потом мне интересно мнение Оксаны, вот, участник пишет, как привлечь иностранного инвестора в украинский проект или работающий бизнес, то есть, что сейчас, какие инструменты работают, что, ну, я понимаю, что, конечно, нужно показать по бизнес-плану доходность предприятия, но, может быть, какие-то еще нюансы есть? Не, ну, привлекая, ну, смотря какой бизнес тут, я не знаю, кто задает вопрос, то есть, если это такой ранний стартап, то там, как бы, дорожка, она, как бы, протоптана, есть определенные инкубаторы, которые помогают сформулировать продукт, команду, подготовить питч-тек, так называемый, то есть, это презентация инвестору, да, и, соответственно, ну, какие-то даются ранее такие, даже пресид называемые инвестиции от инкубаторов. У нас, кстати, в Украине активно сейчас американцы, ну, спонсируемые американцами, есть инкубаторы, есть новый наш стартап-фонд, который тоже постоянно сейчас проходит конкурсы по проектам. Если же это бизнес, скажем, более зрелый и который уже показывает какие-то финансовые результаты, ну, тут тоже, как бы, как сказать, дорожка протоптана, соответственно, нужно использовать нетворкинг, да, это, ну, знать, самим иногда искать себе инвесторов, а, ну, как в нашем, вот, один из наших клиентов, это, как я упоминал, в отельном бизнесе, их нашел инвестор иностранный сам, потому что они были достаточно успешны. То есть тут такое, скажем, я не знаю, ну, как бы, это не совсем юридический вопрос, я просто стыкаюсь с этим и вижу, как мои клиенты или мои клиенты украинские компании, которые мы сопровождаем при продаже, да, или продаже части бизнеса, или при полной продаже, как они находят инвесторов и как иностранные инвесторы ищут себе таргет. Например, они не часто, ну, редко сами клиенты нас просят найти им какую-то компанию, которая им интересна. Например, вот наш канадский клиент, он искал компанию по 3D-анимации, да. Ну, если бы я имел кого-то из друзей, да, бизнесменов в этой сфере, то я бы им порекомендовал, сколько умил, это не моя специальность именно искать, то они этим занимались сами. Вот, а привлекать, ну, конечно же, нужно иметь, хотя, честно говоря, там нельзя сказать, что вот с юридической точки зрения, что идеально будет иметь там компанию, в которой все красиво по документам, это хорошо, это было бы здорово, но все индивидуально. Мы видели примеры, когда иностранцы покупали команды, компании, которые изначально в Украине действовали как ФОПы, это в нашей природе в Украине, у нас все бизнесы, это экстренно как ФОПы, потом просто реорганизовывались и перед продажей, и продавали уже корпоративные права, да. Поэтому, ну, как бы, желательно, конечно, все делать максимально прозрачно, для того, чтобы хотя бы во время вот какой-то финансовой проверки или юридической, чтобы было легче, чтобы консультанты не навредили сделке, обычно это в природе юристов и финансистов, при дью-диледженсе находить все погрешности, все плохие нюансы в деятельности компании, таким образом отговаривать инвесторов. Поэтому нужно заранее к этому подготовиться, вести бизнес более прозрачно, и тогда инвесторы, инвесторы иностранные будут более заинтересованы инвестировать в Украину. Ну и, конечно же, нужно нам развивать законодательство в плане инструментов, потому что мы столкнулись, например, с тем, что ранние инвесторов в Америке, в Англии, они имеют такие возможности, как конвертабл ноут, например, да, это такой инструмент, что это не совсем инвестиция в капитал, это больше такой займ, который в какой-то момент может быть конвертирован в капитал. У нас такого, к сожалению, для товок не предусмотрено, а стоило бы, потому что таким образом бы вот мелкий бизнес, такой мелкий средний бизнес привлекал иностранные инвестиции, которые понятны, по таким механизмам, которые понятны для иностранцев. К сожалению, пока что еще этого нет. Спасибо, Владимир. Оксана. Я поддерживаю ответ Владимира. И кроме того, как мне кажется, для того, чтобы инвестор принял решение развиваться, либо заходить в страну, вот то, из чего я начинала, да, должны базовые условия, базовые правила работы в стране. Инвестор должен понимать, что у нас плюс-минус равны правила игры, о том, что у нас есть верховенство права, и в случае, если его права, его права можно будет отстоять, будто в судебной системе, либо в каких-либо других государственных инстанциях. Нам нужны качественные изменения в борьбе с коррупцией, потому что на данном этапе, к сожалению, не всегда можно этим похвастаться. Ну и, конечно, правоохранительные органы, которые должны стоять во главе бизнеса, должны поддерживать легальный, прозрачный и, в первую очередь, честный бизнес. Безусловно, потом дальше подтягиваются реформы, законодательные инструменты, но если вот этого фундамента нет, на котором дальше уже надстраиваются другие составляющие, то дом у нас будет достаточно хрупким, и в плане инвестиций тоже будет достаточно хрупкая ситуация. Спасибо, Оксана. Вопросы к Ольге. Ольга, давайте вернемся, наверное, к определению налогового резиденства, потому что я все равно смотрю, что очень много вопросов возникает такие, кому нужно подавать отчет. Вот, например, есть от участника вопрос, что если учритель КИК, гражданин Украины, но более 183 дней в году проживает в Германии, нужно ли подавать такой отчет по КИК, украинскому налоговому. И одновременно же я вижу вот в чате от другого участника, что если просто квартира в Украине и прописка АПМЖ, и более, ну, наверное, более 365 дней в году не получится, но будем считать, что вообще постоянно живет в другой стране, и если есть доходы вот по КИК, подпадает ли человек в данном случае на подачу отчета и уплату налога? Спасибо, спасибо, Ольга, за вопросы. И вам, коллеги, спасибо за вопросы. Видно, что тема животрепещущая. Вы знаете, я, наверное, вот начну с того, что я повторю, что я уже говорила, да, вот в данном случае паспорта не имеют значения, и, собственно говоря, у нас, если посмотреть на определение налогового резиденства, первый критерий, да, в Украине, это центр жизненных интересов. Что такое жизненных интересов? Это центр экономических интересов, да, и общественных. То есть мы смотрим, где живет наша семья, откуда мы получаем доход, управляем ли мы бизнесом. То есть это значит, да, что вот, например, там, в примере, если у человека есть иностранный паспорт, но он проживает в Украине больше 183 дней, да, необходимо, наверное, в первую очередь посмотреть, где у него семья и где, откуда получает человек доходы и насколько он сам глубоко участвует в управлении бизнесом. Потому что если у человека семья живет в Украине и он более 183 дней проводит в Украине, а 183 дня – это второй критерий, да, то, наверное, очень сложно будет доказать, что человек должен быть не резидентом Украины. Соответственно, тут, скорее всего, он будет резидентом и должен платить налоги в Украине, подавать декларацию, соответственно, правила КИК будут на него распространяться. Если мы говорим о том, что человек вообще не живет в Украине, да, даже несмотря на то, что он гражданин Украины, ну, я подозреваю, что и семья у него, да, не живет в Украине, соответственно. Ну, у него может не быть семьи, тогда нужно посмотреть, где его бизнес, откуда он получает доходы. Соответственно, если можно говорить о том, что у него центр жизненных интересов за рубежом, и критерий 183 дня соблюдается за рубежом, соответственно, наверное, здесь есть основания говорить о том, что он должен быть резидентом другой страны и не резидентом Украины. Здесь просто, опять же, нельзя исключить, что налоговая, ну, попытается, да, признать его резидентом Украины. Ну, для людей, которых тут не живут, это как бы очень сложно, да, будет. Это, наверное, больше относится... То есть для кого больше рисков, это наоборот. Люди, которые тут живут, позиционируют себя как не резиденты. И у нас есть, ну, вот у меня лично есть практики такие случаи, да, когда человек реально живет в Украине, его семья живет в Украине, он управляет бизнесом, он говорит, у меня британский паспорт, я резидент Британии. Ну, окей, британская налоговая рада, но будет ли рада украинская налоговая? Просто вопрос, в какой момент украинская налоговая доберется до такого человека. Вот, соответственно, здесь, конечно, риски возрастают. То есть чем больше у вас привязанность к Украине, да, с точки зрения нахождения здесь, с точки зрения наличия жилья, с точки зрения семьи, с точки зрения происхождения доходов, соответственно, тем больше аргументов говорит, что вы украинский резидент. В некоторых случаях это достаточно однозначно. Если это не однозначно, то, конечно, надо проводить анализ с точки зрения законодательства Украины, с точки зрения законодательства другой страны, где вы считаете, вы можете быть резидентом, ну и, конечно же, с точки зрения конвенции. И, возможно, получать, вот там, ну в иностранных государствах можно получить рулинг, да, что вы там налоговая резиденция, соответственно, потом с этим рулингом прийти в украинскую налоговую. Здесь тоже какое-то разъяснение попытаться получить и каким-то, ну, то есть, когда это совсем неоднозначно, да, можно попытаться урегулировать этот вопрос вот таким образом. Спасибо, Ольга. Следующий вопрос вам. Может ли налоговая самостоятельно определить, что вы есть КИК без подачи отчета? Я думаю, что это, опять же, мы повторим с вами немного вот этот же тезис, что как налоговая ищет, это вот и следующий участник задает такой же вопрос, как она украинская налоговая узнает о предприятии, конечно, если кто-то нарочно не напишет о тебе. Но я бы, естественно, как бы и сама немного хотела пошутить, что Ольга как раз говорила об амнистии. Зачем? Что мы сами о себе можем написать в желании обелиться, но перечислить все наши КИКи. Да, вы знаете, ну вот тут действительно инструмент амнистии, который у нас ожидается, и нулевой декларации. Ну, нулевой не потому что ставка налога ноль, а потому что это точка отчета ноль, да, вот ты подаешь нулевую декларацию и дальше как бы обеляешься и живешь с тем, что ты задекларировал. И как раз есть возможность задекларировать все там КИКи, ну корпоративные права, контроль и так далее. Вот, это первое. Второе, это то, что я говорила, автоматический обмен информацией. Наш Минфин очень настроен в 21 году подписать многостороннее соглашение и в 22 году за 21 год первый раз обменяться налоговой информацией. Я опять же, наверное, повторю, что в эту налоговую информацию входит информация как о счетах иностранных украинских резидентов, физических лиц, так и о счетах иностранных компаний, которые принадлежат украинским резидентам. Ну вот, собственно говоря, считая иностранных компаний, которые принадлежат или контролируются украинскими бенефициарами, вот это оно и есть. Это та информация, которую налоговая получит. В банках, да, это вся информация есть, потому что ни один адекватный иностранный банк не откроет вам счет, не проведя достаточного due diligence, risk management процедур и не выяснив, кто же такие конечные бенефициары этого бизнеса. Вот, наверное, основные инструменты, ну и то, что тоже говорила Ольга, да, на вас сошлюсь, это реестры бенефициаров, которые во многих странах, даже в офшорных юрисдикциях уже открыты. Спасибо. И вот интересный вопрос от участницы. Как КИК будет оплачивать налоги на территории Украины при территориальном принципе налогообложения, например, США и Гонконг? Ну, сам КИК, да, еще раз я скажу, сам КИК не оплачивает налоги. КИК – это дополнительный объект налогообложения для контролирующего лица резидента Украины. То есть, если у нас контролирующее лицо резидент Украины – это физическое лицо владелец бизнеса, это дополнительная строчка, которая появится в его декларации. То есть, прибыль КИК, вот эта вот расчетная величина, она будет дополнительным объектом налогообложения в декларации физического лица, в декларации по НДФЛ. Спасибо. Ну, вот еще почему-то прямо сейчас участник написал, может быть, пропустил. Мы об этом говорили, но я попрошу вас повториться. Значит, кто должен задекларировать КИК в налоговой, все, у кого они есть, независимо от оборота таких КИКов. Давайте повторим, потому что люди очень пугаются этой темой сейчас. Давайте, да. Кто должен задекларировать? Задекларировать должен. Должно контролирующее лицо. Контролирующее лицо может быть либо физическим лицом, либо юридическим лицом. Ну, для простоты, если есть холдинг в Украине, холдинговая компания украинская, под которой находятся в ее собственности доли в иностранных компаниях, соответственно, контролирующее лицо будет эта украинская холдинговая компания. Это большая редкость на практике, потому что в основном в Украине не создаются холдинговые компании, хотя исключения есть, и я о них знаю. Соответственно, в большинстве случаев это будет украинское физическое лицо, украинский резидент, налогоплательщик, у которого либо в собственности доли в иностранных компаниях, то есть доля должна быть у него больше 50%, либо несколько украинских резидентов, которые в общей сложности владеют долями больше 50%. Соответственно, вот в таком случае украинское физическое лицо-бенефициар или украинские физические лица, резиденты Украины, бенефициары, должны будут задекларировать КИК. И третий случай – это фактический контроль. То есть если у вас есть номинальные акционеры, с которыми у вас есть соглашение, и фактический контроль находится у вас, как у физического лица резидента Украины, соответственно, фактический контроль – это тоже критерий для того, чтобы вы задекларировали этот КИК. Можно уточняю еще вопрос от участника? Пожалуйста. Вы говорите, да, как юрист, вот больше 50 – это значит не равно, а больше 50%, да? Ну, смотрите, давайте я уточню. Я, честно говоря, не помню сейчас, больше или равно, но да, мне кажется, что больше. Ну, это надо посмотреть, там, в законе четко написано, 50 и более или более 50, и вот, честно, на память не вскому. Это важно. Это четко, а норм. И вот то, что вы говорите по касательной резидентам, которые они должны как-то вместе, как и у нас, да, то есть это должно действовать всеобща, да, это семья должна быть, да, это не может быть, что это два абсолютно разных партнера. Нет, это не обязательно семья, это как раз могут быть два абсолютно разных партнера, да, вот, например, там два, ну, у компании там даже три собственника, возьмите, вот там у каждого там 30, 30, 33, 33, 33, да, условно. Вот они все, для них это будет КИК, они должны со своего процента, ну, то есть каждый из них должен задекларировать этот КИК, определить свой процент и со своего процента заплатить налог. А тогда у меня другой уточняющий вопрос, знаете, как-то сразу мыслим творчески, а если, например, это очень большая семья, знаете, там цыганский табор, и мы разобьем эти доли, там, не знаю, даже по 10, по 5 процентов, не будет ли наша налоговая доказывать, что они семья, то есть это фактически как один контролер? Ну, это не то, что даже наша налоговая будет доказывать, там есть положение о том, что мы смотрим на доли, которые принадлежат контролирующему лицу и его связанным лицам. Ну, семья, первая линия родства, они считаются связанными лицами, соответственно, это все суммируется, да. То есть, если мы разобьем на там двоюродных племянниц, то есть, серьезно, прямо на цыганский табор, то есть, в полном этом понимании, вот там племянницы даже неродные, там, троюродные внуки какие-то и так далее, то есть, в принципе, такой, как для больших семей, такой оптимальный вариант существует. Ну, смотрите, можно там что-то разбить, потому что есть порог там 10 процентов для каждого физлица, вот если все вместе больше 50, ну, каждое 10, а первые два года даже 25 процентов, то есть, в принципе, там в теории поразбивать что-то можно, но надо не забывать, что это надо разбивать там тогда на очень дальних родственников, если уже пойти по этому пути, потому что все, что я же говорю, первая линия родства, это считаются связанные лица, и они приравниваются, ну, как бы к одному владельцу, скажем так. Ну, то есть, как я все время говорю клиентам, ищите родственников не с вашей фамилией. Ну, это не обязательно фамилии, здесь вопрос, как бы, все-таки больше именно, какие родственные связи. Спасибо, Ольга. Вопрос к Павлу. Вот скажите, только что Владимир говорил, что вот иностранные инвесторы нанимают целые команды айтишников, которые здесь сидят там в Украине, работают. Вы тоже упоминали про СПДшников, а вот в действительности не попадет ли, или это здесь больше, я хочу, чтобы вы разграничили постоянное представительство с налоговым резиденцием, то есть не попадет ли вот эта вот огромная пятагруппа СПДшников, айтишников здесь, допустим, если там представим, не знаю, какая-то крупная айти-компания наймет здесь в Украине у нас, я не знаю, там тысячу СПДшников, не попадет ли она на отношения, вот, единственное, этот СПДшник работает только на эту компанию, а не попадет ли она на постоянное представительство? Спасибо за вопрос, Ольга. Ну, опять-таки, надо смотреть конкретную бизнес-структуру и бизнес-модель, какие функции выполняет тот же самый СПДшник, индивидуально ли в совокупности для этого нерезидента, возможно, кроме написания кода еще что-то делает, помогает извлечению прибыли нерезидента еще каким-то другим путем, поспособствует продвижению софта, который, да, он помогает разрабатывать, и этот софт потом продается в Украине, да, соответственно, помогает в поиске покупателей, возможно, либо что-то еще, хотя это как бы не самый распространенный кейс в части украинских айтишников. То есть все равно нужно смотреть на совокупность функций, на бизнес-модель, но если брать как бы классический вариант, когда есть СПД, которые оказывают услуги нерезиденту и получают за это вознаграждение, суть этих услуг сводится к написанию кода, да, который потом материализуется в виде объекта интеллектуальной собственности на нерезидентском уровне, то в принципе для нерезидента они оказывают услуги только ему, да, то есть нет никаких третьих лиц в виде потенциальных... Да, это также возникает риск, потому что они фактически, как бы фактически они являются в трудовых отношениях, потому что он работает только на него. Ну, правильно, но это как бы другая часть риска, это риск переквалификации СПД, гражданско-правовых отношений в трудовые, но это как бы и тот риск, которым этот бейти-бизнес живет уже много лет, в принципе, и это как бы риски, которые возникают на украинском уровне, да, и не связаны напрямую с постоянным действительством. Но в этой части, если посмотреть комментарии к модельной конвенции ОСР, кстати, 5-й, то там есть определенный параграф, который говорит о том, что если резидент, да, который потенциально может быть агентом, да, и создавать агентское ПЕ, оказывает услуги только нерезиденту или связанным лицам, но не третьим лицам, да, то, соответственно, таким образом не помогает извлекать прибыль вот через оказание тех услуг нерезиденту. Тогда, в принципе, мы не можем говорить о том, что такое лицо, да, оно создает постоянное представительство агентское для нерезидента. Хотя, конечно, и может быть вопросы, связанные с тем, каким образом СПД создает добавочную стоимость нерезиденту и может ли при его определенных предоставлений услуг возникать дополнительный доход с точником происхождения с Украиной. Я думаю, что опять-таки нет. Сошлюсь на кейс Блумберга, это российский кейс, какое-то время назад принятый, там, где рэп-офис, который был в России, собирал информацию о рынке, да, и на основании этой информации Блумберг выдавал дайджест и зарабатывал таким образом. И в той ситуации было признано, да, постоянное представительство. Но в нашем случае, несмотря на то, что айтишники однозначно помогают создавать добавочную стоимость для нерезидента в виде программного обеспечения, но опять-таки маловероятно, что одно это может за собой повлечь риск постоянного представительства, но точно не агентского, если они ничего другого не делают. Если опять-таки они делают что-то еще в совокупности даже, или, например, есть другие какие-то компании нерезиденты дочерние, которые выполняют другие функции в совокупности, не являющиеся вспомогательными, возможно, тогда будет постоянное представительство. Здесь я бы уже посмотрел на общую схему в целом, как она функционирует. А если таки поиграем в игру, я буду представителем злой налоговой и скажу, а вот я тогда зайду и признаю всех этих СПДшников, именно вот состоящих в трудовых отношениях, а вот после этого я потом и буду бить на постоянное представительство. Тысяча сотрудников на территории Украины, делающих добавочную стоимость продукта. Опять-таки, мы можем уйти чуть в другую дискуссию. Здесь пока у нас ничего не поменялось. То есть, 406 закон не содержит, с моей точки зрения, каких-то дополнительных норм, которые увеличивают риски переквалификации. В принципе, там достаточно и налоговый кодекс, и другое законодательство содержит в себе инструментов для возможной переквалификации. В том случае, если у нас формальная часть, все-таки это трудовые отношения, либо фактическая часть взаимоотношения СПД и IT-компании, она не соответствует формально. То есть, если как бы СПДшник использует материальные активы компании, если он находится в офисе компании, и если выполняет инструкции, или там в конечном итоге подпадает под правила трудового распорядка компании, тогда, конечно, если совокупность этих факторов либо формально в контракте, либо фактически она такая, это тогда прямой путь переквалификации и, возможно, из этого налога может вывести дальше какие-то риски создания постоянного представительства. Спасибо, Павел. И еще вопрос. А вот если компания не резидент арендует склад на территории Украины, то есть не имеет собственности, а арендует, может ли быть по одному этому признаку она признана как имеющая постоянное представительство? Потому что, ну вот, например, Владимир рассказывал об H&M, скорее всего, они здесь арендуют какие-то склады? Ну, опять-таки, если функция аренды склада это демонстрация, да, или которая является в принципе вспомогательной по отношению к основной деятельности этого нерезидента, тогда возникнуть постоянное представительство не должно. Но если как бы они выходят за пределы и аренда склада является частью неспомогательной деятельности более широкого плана, тогда возможно возникновение постоянного представительства в этой части. Там нужно уже смотреть детально. А ваше мнение, вопрос как бы чисто пока теоретический, но может быть есть у вас какие-то мысли по этому поводу? Как наша налоговая будет искать вот эти постоянные представительства? Как это вообще возможно? Потому что вот с Ольгой мы выяснили как будут искать бенефицаров по КИКов, там открытые реестры, обмен и так далее. Как наша налоговая сможет найти допустим эти скрытые постоянные представительства нерезидентов? Сложно сказать. В принципе до последнего времени наверное налоговая не была сильно активна с точки зрения поиска скрытых постоянных представительств то есть обычно приходили к рэп-офису и старались переквалифицировать рэп-офис неведущего хозяйственную деятельность ведущих хозяйственную деятельность. Наверное это будет все-таки не так массово я думаю особенно поначалу возможно будут какие-то более-менее стандартные структуры которые там содержат в себе риски постоянных представительств возможно налоговая будет отрабатывать сначала их в массовом порядке а потом уже и второй источник кроме отработки определенных типичных ситуаций может быть наверное ситуации когда эта информация станет известна налоговая в других рамках других проверок через контрагентов либо из открытых источников не знаю фейсбук соцсети может она неограничена в этом смысле получения источника информации для того чтобы назначить проверку и получить информацию на месте определить есть постоянное представительство или нет хотя еще раз повторюсь мне кажется что из предыдущего опыта не должно быть такого массового массовые действия налога по отлавливанию переквалификацию какой-то деятельности не резидента в качестве постоянного представительства и еще такой вопрос вам и я бы потом хотела услышать мнение Ольги вот место эффективного управления я как бы скажу опять же для обычным языком потому что наша налоговая сейчас страдает она тоже путает понятия вот именно если допустим как они могут искать наших украинцев которые являются директорами нерезидентских компаний которые здесь присутствуют и как вы думаете налоговая больше пойдет путем признания представительства или вообще кардинально она будет признавать налоговое резидентство этого нерезидента украинского Павел хорошо ну это как бы чуть да другая концепция которая была введена 466 законом в наше национальное законодательство place of effective management ну и здесь опять-таки посмотрим как она будет применяться контролирующими органами до последнего момента хоть теоретически такая возможность тоже была там случаев практически нет и вопрос здесь наверное будет все-таки в том хотя законодательство 466 закон достаточно детально прописывает в каких случаях возможно возникает место эффективного управления наверное будут все-таки случаи мне кажется будет налоговое тестировать этот инструмент потому что при каких-то явных ситуациях например когда там у нотариуса всплывает доверенность на представительство нерезидента при отчуждении корпоративных прав либо заключение сделок там как бы явно или управление счетом или там идентификация IP-адреса с которых предоставляется отчетность и так далее там возможны какие-то ситуации при которых может быть применено place of active management но это как бы концепция сама по себе не такая простая к применению и там возникает уже достаточно много нюансов связанных с тем как другая сторона которая считает тоже определенного нерезидента своим налоговым резидентом как она будет решать такую спорную ситуацию с Украиной потому что там будет действовать уже соглашение об избежании двойного налогообложения которое определяет содержит в себе понятие налогового резидента и если не ошибаюсь в том же самом МЛА там уже тоже есть изменения определенные в части того какая процедура определения налогового резидентства в случае возникновения спора между двумя странами и она как бы чуть другая чем была ранее до этого то есть здесь возникает тоже достаточно много сложностей для украинской налоговой при такой переквалификации хотя мне кажется что при достаточно таком четком перечне критериев когда может быть будет определенный соблазн признать налоговым нерезидентом тех Украины тех нерезидентов которые находятся налоговой института спасибо павел ольга ваше мнение да вы знаете вот мне кажется что все таки с этой концепцией ну place of effective management вместо эффективного управления она в общем-то и была введена налоговики ее там протолкнули в какой-то момент в этот закон потому что если потом пострелить кучу его версий то в первой версии когда вообще вопрос о БЕВС разрабатывались то вот этого концепции там не было и она там в какой-то момент уже появилась ну соответственно налоговики для себя видят мне кажется это как более простой инструмент для себя чем постоянное представительство хотя в принципе ну в концепции постоянного представительства тоже заложено определение постоянного представительства как в том числе место управления то есть по сути это теперь схожие концепции ну то есть просто постоянное представительство оно еще и в других случаях определяет его наличие А вот концепция Place of Effective Management, она как бы теперь немножко задвоена в нашем законодательстве. Но, тем не менее, я думаю, что налоговики видят для себя этот путь как более простой, соответственно, я думаю, что они будут активно, ну, попытаются активно применять его. Тем более, что вот мы, например, знаем на практике, когда-то налоговая попыталась применить, ну, в рамках постоянного представительства, вот сказать, что место управления все равно находится в Украине. И, в принципе, там вот у них идея была, ну, достаточно как бы хорошая и правильная, ну, в том конкретном случае. Просто они ее плохо реализовали, да, вот если потом посмотреть правде в глаза, то как бы у них аргументация была не очень. А вот, собственно говоря, сама идея и подход, он был достаточно вот такой правильный и вот, ну, он действительно там с пониманием, да, было видно, что они к этому подошли. Поэтому все-таки мне кажется, что вот теперь Place of Effective Management, вот эту концепцию они попытаются все-таки применять более активно. Как? Ну, вот, знаете, я, будучи еще руководителем практики транспортного ценообразования к персональному налогообложению, я вам скажу так, что когда проводишь анализ по транспортному ценообразованию, в этом контексте можно очень там детально определить, где какие функции на каком предприятии, ну, и объективно определить, что если, например, компания не резидент, она там пустышка или, ну, торговая даже, да, компания, возьмите. И, или там очень ограниченные функционалы, все решения принимаются в Украине, то, в принципе, по результатам проверки по транспортному ценообразованию, вот, вполне можно уже понять, что тут как бы можно выходить и с проверкой и проверять вопрос этого места эффективного управления. Да, мне кажется, здесь, вот, если, допустим, искать в действительности бенефицаров для отчетов по КИК, мне кажется, даже это легче вопрос, чем искать этих, как я говорю, несчастных директоров или людей с доверенностями, которые носятся по территории Украины. И это же мало того, что, допустим, доверенность может всплыть, а у нотариуса, пока же не обязали нотариусов докладывать в налоговую о том, что они обнарушили. То есть, они пока как бы с доверенностями носятся, но они не приходят в налоговую с этими доверенностями. И вот как налоговая будет их искать, вот здесь, конечно, вопрос, я вот не могу понять, это вот только какая-то чистая случайность. Так, еще есть вопрос, я так понимаю, что это вопрос ко мне. В случае наличия кипрской компании, которая получила займ от нерезидента и выдала займ компании, резиденты Украины на протяжении многих лет получают только проценты по кредиту, не ведя другой деятельности. Каким образом можно усилить деятельность кипрской компании, чтобы избежать крах схемы? Ну, моя такая рекомендация, как я вот говорила, хотя бы сделать 4 пункта сабстанса, например, взять нормального директора, платить ему зарплату, потом иметь хоть какие-то расходы компании. То есть, опять же, нормальная компания должна арендовать офис или иметь его в собственной, то есть она не может существовать, как говорим, лета-бокс-компания. И хотя бы этим усилить. Коллеги, если у кого-то еще есть какие-то рекомендации, пожалуйста, вопрос ко всем. Ольга, давайте с вас, вы на связи. Знаете, если честно, когда вы сказали, что вопрос к вам, я его прослушала, поэтому если повторить, я, может, попытаюсь ответить. Кипрская компания, которая получила взаим от нерезидента и выдала взаим компании-резидента Украины, стандартная наша схема. Скорее всего, BVI дал Кипру, Кипр дал Украине. И вот участник спрашивает, как можно усилить кипрскую компанию, чтобы, опять же, она прошла тесты деловой цели, чтобы ее не обвинили в использовании конвенции между Украиной и Кипром. Что она должна сделать, чтобы выглядеть правдоподобной компанией? Да, ну вы знаете, сейчас как бы, ну я, наверное, не открою там секрет, да, если я скажу, что вот, ну, substance вот в данных структурах, вот это слово заезжено, которое все любят, но тем не менее, как бы необходимо создавать substance, да. То есть сейчас как бы здесь вообще возникает не только вопрос, вот там этот principal purpose test, да, то есть тут и деловой цели с точки зрения вообще отнесения затрат, ну, на затраты, да, то есть отражение затрат для целей налогового учета. И вопрос применения конвенции, вот этот principal purpose test, и вопрос транспортного ценообразования, если, например, на кипрской компании нет никакого функционала, а там остается, ну, большой кусок маржи, да, в такой структуре. То есть здесь сразу вот как минимум три вопроса можно притянуть и не разрешить затраты, вопрос транспортного ценообразования поднять и не разрешить применение конвенции, да, спорить. Соответственно, ну, что нужно сделать, наверное, в первую очередь это подумать, как наполнить компанию кипрскую функционалом для того, чтобы подтвердить, что, во-первых, действительно у нее есть люди, есть функционал, и она действительно занимается финансовой деятельностью. То есть она там не просто прослойка, она привлекает это финансирование, она привлекает эти кредиты. Ну, это первое. Второе, да, наверное, посмотреть больше потом на потоки, то есть если мы перечисляем из Украины проценты, и там в этот же там день проценты уходят дальше, ну, конечно, здесь, наверное, будет сложно доказать, что мы там не прослойка, да, и выполнить все эти тесты. Если действительно мы можем показать, что там эти проценты идут на какие-то, ну, каким-то образом управляются, либо там кладутся на депозиты, с них получаются другие доходы. Вот, соответственно, ну, здесь как бы понятно, что это все субъективные вещи, но здесь вопрос аргументации. Ну, наверное, опять же я повторюсь, что, ну, уже в нынешнем мире, ну, компании пустышки, они, ну, не будут существовать так, как это было раньше, и, соответственно, то есть если на компании нет никакого функционала, ничего нет, ну, соответственно, как бы готовьтесь к тому, что и деловую цель, и тест на основную цель для применения конвенции, да и тот же вопрос бенефициарного собственника с точки зрения применения конвенции. То есть уже можно подойти с разных сторон для того, чтобы такие структуры оспаривать. Хорошо, спасибо большое.